Власть в панике. Полчища геев и лесбиянок угрожают России. Ведь понятно, что один представитель секс-меньшинств стоит целого взвода ОМОНа. А чем иначе объяснить то силовое напряжение, которое продемонстрировала сегодня полиция в жесточайшей борьбе с человеческим пороком? Напротив здания мэрии происходит разгон геев и лесбиянок. Тех, которые протестуют против того, что их притесняют в России. Я против того, что вот эти всякие такие мероприятия проводились в Москве. Если хотите, вы уезжайте за МКАД, где не видят дети, проходящие вместе с родителями, да, которые будут, соответственно, задавать, что такое, кто такие. Они потом начинают в интернете, сами-сами, понимаете, дети, и интернет начинают штормить, смотреть, что это такое. То есть, ну, как бы я считаю, что это лишнее, и если они хотят, ради бога, есть открытые площадки для проведения, это за границей. И многие желающие туда ездят, люди, да, кому это интересно на самом деле, пусть и они ездят, им никто не мешает в этом. То есть, слова демократия, толерантность для вас пустой звук? Не, ну почему пустой звук? Я, допустим, считаю, если я буду идти голый по улице, меня же заберут, правильно? А они голые вышли? Ну, дело в том, что вы знаете, как они, если им дать санкционированный митинг, да, вы же, допустим, взять, по примеру, Запада и многого остального, видно, как они выходят, в каких ряженых таких одеждах, да, которые немыслимо даже людскому миру, да. А может, просто не обращать внимания? Ну, есть такое. Ну, поймите, я могу не обратить внимания, хотя это вряд ли, но вы задумайтесь о том, что это все видят дети. Это реально видят дети. Я больше всего боюсь не за себя, а за детей. Молодому поборнику Морали Дмитрию даже невдомек, что надпись на его майке может также травмировать детей. Я здесь, потому что это мой гражданский долг. Прийти сюда сегодня. Вы поддерживаете геев и лесбиянок? Да, я, собственно, сама лесбиянка, и я считаю, что вот это бесправие, в котором мы живем, это отвратительно. Мне не нравится название. Давайте. Вот таким образом у нас и происходят демократические акты. По поводу геев, лесбиянок. Ну, это сегодня по поводу них, а завтра по поводу вас. Наша богоспасаемая власть тщательно оберегает и охраняет россиян от тлетворного воздействия. Любого тлетворного воздействия. Ведь понятно, что именно геи и лесбиянки сегодня составляют главную опасность для нашей страны и для ее генофонда. Нашей власти нет места лесбиянкам и геям. Там работают кристально честные, замечательные люди. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник.